Но на меня не может не возникать вопрос, и наши зрители раз за разом будут нас закидывать вопросами. А кто назначил вице-премьера по строительству? А кто назначил того мэра, который в Москве продолжает строить 27 этажей? А кто назначил главу Центробанка? А кто подчиняется? Как вообще работает механизм, который выносит не людей, отдельные фамилии взятые наверх. Это люди возглавляют направления, институты, которые ведут Россию к гибели российской цивилизации. Я говорю простые вещи. Природа лучше, чем бетонные постройки. Чистый воздух лучше, чем грязный, натуральный, лучше, чем химические какие-то добавки. Много детей веселее, чем мало детей. Веселая, здоровая жизнь лучше, чем депрессивная, матом ругающаяся жизнь. Жизнь в надежде на вечность лучше, чем жизнь в безнадежности на вечность. Народу лучше размножаться, чем вымирать. А смотрите, что мы получаем в АТН. Нет, не будем размножаться. Да милости просим, братцы. Мы и так все вымираем. Субтитры делал DimaTorzok Один пример смертельной вредоносности либеральной капиталистической системы, которая была навязана после развала Советского Союза всем 15 республикам бывшего СССР. Я как-то раз об этом делал телеобращение в Грузии, и мне сразу сказали, что ты затронул тему, после которой тебя, говорит, обязательно, скорее всего, либо застрелят, либо отравят. Что, собственно, и произошло в дальнейшем. Когда Советский Союз развалили, все 15 республик были вынуждены написать свои конституции. Они у нас с вами, все 15 штук, либеральные. Там главный субъект это индивид. И в этих конституциях прописано, что ни в одной из этих стран, так называемый Центральный банк или Нацбанк, как где-то это называется, не подчиняются правительству своей страны. То есть ни в России, ни в Грузии, ни на Украине, ни в Литве и так далее, ни в Казахстане центральные банки не подчиняются своему правительству. Вопрос. А кому они подчиняются? Простой ответ акционерам Федеральной резервной системы США через Всемирный банк, через Международный валютный фонд. Это все неформально, но реально так. И до сих пор в России так, и в Грузии так, и на Украине так. Теперь что делают? Это я вам уже как специалист по нашей с вами части по бизнесу и экономике говорю. Три вещи, в которых все 15 республик как близнецы, просто как близняшки. Три свойства. Первое. Искусственная нехватка денег. Вот в нормальном человеческом организме, вот у меня, например, норма плюс-минус должно быть 7 литров крови. Да? Значит, если в так называемых развитых странах Запада масса денег, измеряемая так называемым коэффициентом М2, неважно сейчас, чтобы не наскучить зрителям, от 100 до 200% от ВВП по отношению к ВВП. У нас с вами... Это 240 в Китае, Леваншево. У нас с вами она от 30 до 40%. То есть представьте, что вместо 7 литров у тебя в организме всего лишь 2 литра крови. И почему-то ты должен чувствовать себя здоровым, нормальным, функциональным. Это вообще чудо, что мы еще живы. Первое. Второе. Вот мы до начала эфира Владимир Николаевич упоминал фиатные деньги. Я этим тоже немного интересуюсь, тружу и очень люблю слушать и общаться с моими старшими товарищами в России. С Валентином Юрьевичем Катасоновым, Сергеем Юрьевичем Глазевым. Имею честь и счастье с ним часто общаться. Второе отличие вот этой вредоносности, этой компрадорской колониальной системы, под которой мы все до сих пор находимся, бывшие страны Советского Союза. Дороговизна, по которой... Что делает Центробанк? Он печатает эти деньги, а потом он отдает их в долг так называемым коммерческим банкам, чтобы они дальше давали их нам с вами, заводам, экономике и так далее. Вот эта ставка так называемая Центробанка, безрисковая или ставка рефинансирования, она варварски завышена искусственно. То есть, если последние 15, 20, 25 лет западные страны жили в условиях, где деньги стоили от их Центробанков 1-2%, у нас с вами хорошим периодом называется, когда деньги стоят 7-8-9%, а сейчас вы знаете, да, они в России стоят те 19%. Это второе отличие, это тоже искусственная мера по нашему с вами объединению. Это главное, без этого ни завод не работает, ни магазин не работает, ничего, да. И третье провокация, это длина денег, то же самое. Там деньги на 15-20 лет, здесь деньги максимум на 3-4 года. Еще же сверху должны наши с вами дорогие банкиры хорошо жить и зарабатывать, да. Это настоящая колониальная система, искусственным образом грабящая эти народы. Теперь, когда мы поднимаем дискуссию, там, увеличьте М2 и понижьте стоимость денег, сразу получаем в ответ полную аферу, ссылаются на нобеллианта Мильтона Фридмана, который, отец монетарной теории, который, дескать, доказал научным образом, что если это делать, у нас с вами будет инфляция. Враки полные. Мильтон Фридман в своих трудах так ничего подобного, во-первых, не говорит. Он говорил по-другому. Он говорил, что есть корреляция, лаг составляет в развивающихся рынках 12 месяцев, если делать это неосторожно. Ну, то есть полная глупость, да. Несмотря на это, нас держат под этой кабалой, да. И смертность, и бедность, и алкоголизм, и все дальнейшие результаты вот этой централизированной аферы, которая, вот, значит, какое уже десятилетие продолжается в наших странах. И последнее, что я хочу здесь сказать, и здесь я замолчу. Помните, как нас с вами в 90-х годах приучали бояться инфляции? И в Грузии, и в России, после развала Советского Союза, эти же, господа, нам искусственно устроили гиперинфляционные процессы для того, чтобы приучить наше с вами население бояться инфляции и потом держать нас вот в той самой афере, о которой я сейчас рассказал. Соответственно, пока вот Россия, Грузия, Украина, любые страны бывшего Советского Союза не освободятся от этого иго. Это ужасная иго, держащая под копытом просто наше население, да? Ни о какой, значит, демографической, значит, надежде речи быть не может. И поэтому мы не должны ни в чем заблуждаться. Давайте вернемся к темам демографии и понимать очень хорошо, что мы наследники поражения этой части суши в войне. Да, она называлась «Холодная война». А что делает победитель в войне? Победитель накладывает дань. Если можно, тут пару моментов. Ну, нюанс следующий. Ну, что касается Центробанка, здесь я, наверное, уже зубы стер и оплевался в ту сторону, так что я тут не буду продолжать, оно все укладывается. Я не случайно, вот столько я в эфире присутствую, говорю, что в основе всех видов суверенитета, которые мы обсуждаем, технологические, военные, вот пока не будет финансового суверенитета, а во всех основных суверенитетах можно забыть. Это первый момент. Второй момент, который вы обозначили, очень интересный. Вы говорите о чем? Что если не будет финансового суверенитета, то говорить о демографии мы с вами не можем. То есть, переведу на русский язык то, что вы сказали. Нравится, не нравится, там ситуация следующая. Народ российский, народ грузинский вымирает и будет вымирать дальше, если страны не вернут в себя суверенитет, в основе которого лежит финансовый суверенитет. То есть, без возврата финансового суверенитета это невозможно. Дальше. Значит, я готов согласиться с тем, что, ну, давайте так, над тем, какое должно быть идеальное государство, философы уже размышляют тысячи лет. И Аристотель, и Платон. И в итоге непонятно, что лучше. Автократия, республика. В итоге вся история показывает, что это постоянное колебание. Чем глубже будет автотактический режим, тем дальше отклоняются в сторону республики и вариантов демократии. Поэтому, наверное, нет смысла думать о том, что лучше демократия или автократия, потому что неизбежно все равно будет синусоида и будет колебание. Поэтому выбирать форму управления смысла нет, потому что это все равно будут те или иные эстетические периоды. И чем глубже мы попадаем в одну ситуацию, тем дальше мы попадем вверх в другую. Это понятно. Но с точки зрения того, что вы сказали, что российский народ находится на грани вымирания, и это неизбежно будет продолжаться, при любой демократии будем вымирать, автократии будем вымирать, диктатура будем вымирать, значит, полный магазин подарков все равно будем вымирать. Почему? Потому что страна, которая находится в нашем положении зависимости, она обречена на демократическую смерть. Поэтому первое, о чем мы... Вот итог ваше выступление, о котором я полностью согласен. У нас есть с вами некоторое повторение по количеству образований и опыта, начиная с первого инженерного и дальше по цепочке разных дипломов. Я соглашусь с тем, что, да, значит, наличие Центрального банка вне конституционного поля и управления страной, это первый признак того, что страна находится под гнетом, под управлением со всеми вытекающими последствиями. Это один момент, который и дальше. Кто бы там что ни говорил, говорит, а как же так, а кто назначает? Ну, я соглашусь с тем, что если постоянно главу Центробанка назначают все наши ветви власти, одни выдвигают, другие тут же дружно всей Думы голосуют, что да, она... Вот столько я езжу в Думу на эти круглые столы, на всех круглых столах, там КПРФ, «Справедливая Россия» критикуют, до каких пор, до Центробанка над нами будет издеваться. Потом главу Центробанка, которая на эти круглые столы даже своих начальников подразделений не высылает, чтобы хотя бы для приличия послушала, о чем там говорят депутаты народные, условно говоря, то есть она ложила на них этот грушу, грубо говоря, или что там на них ложат. После этого депутаты дружно голосуют, что давайте дальше проведем полномочия. То есть, ну, не может не возникать вопрос у стороннего наблюдателя, а как так происходит? Мы сейчас затронули, Владимир Николаевич, просто сердцевину. Это святая святых, это стратосфера глобалистов и глубинного либерального государства. Три президента были за всю историю США, которые постарались печатать доллары без частной лавочки. Закончили плохо в ФРС и все трое были убиты. Последний его звали Джон Феджеральд Кеннеди. Продолжая, вот по демографии, Александр Георгиевич, я постарался на запрос Владимира Николаевича. Ливан, пока я не забыл, ради бога, извини, действительно, вот слушал бы, ну, мне вас почему приятно слушать, потому что мне с вами трудно спорить. Моя задача сегодня с вами поддержать дискуссию. Да, 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 конечно. Я благодарен за это. Кутирует, потому что вы принчите... Конечно, очень занудно просто... Не, 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 потому что вы проходите по моим мыслям, потому что я примерно так же рассуждаю, я к таким же выводам пришел, потому очень сложно с самим собой спорить, это начинает самому себе внутреннюю, например, шедофрению. Сам с собой шахматы играю, понимаете, это так... Ну, жанр требует, поэтому будем, да? Так вот, в 2010 году я вот эти все мысли рассуждал в своей голове так недалекой, и в одной из статей «Зачем нужна модернизация в России?» Ну, тогда мы все верили, что Россия будет модернизироваться, четыре, и появится, и так дальше. Я в рамках вот совместного, многотысячного, многосоттысячного обсуждения с русскоязычными выходцами из России, со всех уголков мира, в этом участвовали тогда таким тесным кружком для себя сформулировали определенный... Вот все эти моменты учитывая, сформулируя определенную цель. То есть мы не говорили о том, как это будет демократия, республика, парламент, автократия, наоборот, там, сталинизм и все остальное. Мы прописали, в общем-то, целевую установку, которую, может быть, есть смысл поставить вот с учетом тех возможностей, которые есть сейчас. И я вот сейчас зачитаю просто ту цель, которую мы так коллективным образом составили. Может быть, все-таки она в данной ситуации попадает в ту логику, которую мы сейчас обсуждаем. Я сейчас зачитаю. Для обеспечения в долгосрочной перспективе высокого уровня жизни населяющих Россию народов необходимо защитить доставшиеся нам по праву рождения огромное богатство нашей страны, обеспечив этими ресурсами построение и защиту общества справедливости и созидания. Это позволит нам сохранить лидирующие позиции в науке и технике и обеспечит привлекательность России как центра экономического объединения стран с максимально большой численностью населения. То есть, здесь буквально каждая буква и фраза выверялась с точки зрения того, что мы с вами сейчас очень сами... трудно спорить с постулата образным заявлением, конечно. Я хочу вернуться, чтобы вот закончить наконец таких голуб по Европе, государственному устройству. Вот вы любите, я вижу, я тоже очень люблю, я думаю, что каждый думающий человек, понимает он этого, не понимает, должен всю жизнь читать и Платона, и Аристотеля. И вспомним, что и у того, и у другого, особенно у Аристотеля, наипростейшая классификация источников власти, которая пережила два с половиной, две с половиной тысячи лет. Вспомним, власть одного, власть нескольких и власть многих. Власть одного в позитивной коннотации, это монархия, моноархе, власть одного, власть нескольких в позитивной коннотации, это аристократия, и власть многих это политея. В негативной коннотации власть одного это тирания, власть нескольких это олигархия, и власть многих это как раз охлопратия или демократия. И законы перетекания друг в друга Этих составляющих Это же никогда не зафиксировано Во времени Гениально описаны тем же Аристотелем в трактате политика Поехали дальше Аристотель же нам объясняет И все маломальски Значимые мыслители последующих Тысячелетий с ним согласны Что нет ни одного общества Никогда В котором бы в моменте не было Всех трех составляющих То есть в любом обществе берем Есть и монархическая составляющая Вот сейчас в российском обществе Есть и монархическая составляющая Есть и составляющая власти немногих И есть составляющая народовластия И весь вопрос В какую сторону крен В позитивную коннотацию Или в отрицательную На мой взгляд Я небольшой может быть специалист В этой сфере Но самым великим мыслителем Современного человечества В эту эпоху Является русский ученый Леван Александрович Тихомиров Написавший фантастический трактат Который называется Монархическая государственность Так вот Тихомиров Предсказал Падение русской империи Сказал, что ничего не может Для того, чтобы ее предотвратить Его предотвратить И осталось просто спасать свою душу И почему-то его не расстреляли Он умер своей смертью В 1926 году Простым бухгалтером Сергиевом посаде И я к всему привел этот пример Что в принципе В глубинах русской культуры Владимир Николаевич Ответы на ваши вопросы Каким должна быть Должен быть государственный строй Россия освобожденный от всех трех форм Балитического модерна Уже есть Мне кажется, что мало Не лезьте ради вам Это будет сказано Народов или цивилизаций У которой Наработаны такие алмазы И просто на них Мне кажется Современное российское общество Не обращает должного внимания То есть это пласты Гигантского богатства Ничуть не менее Значимые Чем уголь, газ и нефть Которым Знаете Любой Хемингои По-моему Писал Что каждый человек Обязан писать Хотя бы для того Чтобы новое поколение Не начинало с чистого листа Любой из нас Волен выбирать Начинаем мы с чистого листа Или Ищем ответы на вопросы В недрах нашей культуры И кому-кому Как не России Опираясь на Гигантские разработки Русской мысли Славянофилов В том числе 19-го И начала 20-го века Встроить будущее России То, что сейчас Было построено Во-первых Это было насильственно Это было искусственно И это рушится сейчас На наших глазах Но Если проактивная Мыслящая часть Вот я почему считаю Что мы сейчас Не зря работаем Не зря сотрясаем воздух Потому что Это процесс Умственного делания Сколько бы Претензиозно С нашей стороны Это не звучало Да Если Не возвыситься Над этим Дурацким Канализационным Простите меня За выражение Какой-то манерой Руганей Негатива Ничего нам не поможет И пессимизма И там Руганей В адрес властей И не попытаться Перейти В позитивный Процесс Мышление А что делать Да Не верить в себя Не верить в своих предков Не верить в Бога В конце концов Да Который нам всегда Пошлет в помощь Да Ничего не будет Никто за нас Ничего этого Не напишет Никакие там Чинуши Министры Точно нас с вами Из этого болота Не вытащит И я глубоко верю Что как раз Чем-то знаете Эта технология Интернет Должны же были Нам тоже пригодиться Кроме развращения Молодого поколения Его окончательной Дебилизации Потому что Очевидно Что информации Все больше и больше А уровень интеллекта Все ниже и ниже Так вот Интернет нам с вами Пригодился в том Что Благодаря такими Инициативам Как у Александра Георгиевича Люди могут Свободно собираться Обсуждать А другие люди Могут слушать И кстати Александр Георгиевич Я бы не переживал Насчет Того негатива И руганий Конечно Мы все люди Мы Я тоже обижаюсь Когда Меня оскорбляют Но я скажу так Вот Возвращаясь К тому же Платону Помните В его гениальной Метафоре О пещере Он описывает Человека Прикованного С детства К месту И вынужденного Смотреть На стену Да На стене От огня Пляшущей На стене Принимая Да Совершенно верно Сзади Проходит Дионисийская Процессия Огни И они Просто Отражаются На этой стене Да И он Бедно Привязанный С детства К этому Телевизору Платон Можно сказать По сути За две с половиной Тысячи лет Предсказал Телевизор Да Он Видит Эти явления По гречески Феномены Да И он считает Это правдой Да И он говорит Что Стоит Говорит Человеку Захотеть Повернуть Голову В сторону Настоящей Правды Вот как У меня Сзади Бьет Настоящий Свет Через окна Да И увидеть Всю Привлекательность Этой Самой Правды Да Потом Он сбрасывает Себя Эти цепи Выходит Из этой Пещеры Слепнет От красоты Правды Да И там Там Он Либо Становится Настоящим Человеком Либо Жителем Свинополиса Потому что Настоящий Человек Тот Кто Потом Увидев Правду Возвращается В пещеру Таким же Как он Которые Были Прикованы К этой Стене И рассказывает Им об этом Да И конечно Первая Реакция Человека Привыкшего Я не имею Никакой Претензии Что я тут Какую-то Правду Рассказываю Но я знаю По себе Что Первая Естественная Реакция Человека Привыкшего Сидеть Прикованным И смотреть Феномены То есть Псевдоправду Отстань От меня Я так Привык Мне больно Друзья Прервемся На пару минут Расскажу Кое-что Интересное Кстати Четко По теме Сегодняшнего Эфира Вывод Из многочисленных Исследований О факторах Влияющих На рождаемость Который Озвучил Гость Моего Канала Ливан Васадзе Чем Выше Этажность Тем Ниже Рождаемость Можно Отливать В граните Простите Меня За использование Этой фразы С Неоднозначными Коннотациями Но все же Я бы К этому Даже Кое-что Добавил А именно Чем Выше Этажность Тем Глубже Депрессия Фрустрация Тем Хуже Здоровье Больше Разводов Словом Ниже Качество Жизни Во всех Ее Проявлениях Дайте По-житейски Прикинем А какие Могут Быть Варианты Ответа На старинный Русский Вопрос А что Делать Если Вы Живете В городе Но Не смирились С пребыванием В бетонном Саркофаге Культурно Именуем Квартирой Я для себя На этот вопрос Давно Ответил При наличии Каких-то денег На жилье Я их Потрачивал На такой Загородный Дом Который Мне По карману Пусть он Хоть Будет Таким Же Маленьким Как У Кума Тыква Из Чаполина Я Не считаю Квартиру Жильем Ради Бога Великодушно Простите Меня За эту Категоричность Это Не просто слова А жизненный выбор Такого же Как вы Человека Который Родился И вырос В центре Москвы На Красной Пресне И где Как говорят Мои знакомые Живущие На Тверской В кошке Иногда Падают в обморок От загазованности А может От безнадеги Кто знает Тут вы мне Можете Справедливо Сказать Александр Прекращайте Эту агитацию За свежий воздух Это все И так Очевидно И понятно Вы же вроде Обещали Подсказать А что делать Давайте так Примерно На коленке Прикинем Сколько стоит Квартира В Москве Ну там Плюс-минус Трамвайная Остановка Миллионов 12 Однушка И больше 20 миллионов Душка А мне Старый товарищ Еще с главтемы Компания Которого Качественно Строит Загородный Дом По фиксированной Цене В районе Там что-то 7 миллионов И что самое Важное В очень Короткий срок То есть Если даже Вы продадите Свою однушку Допустим Вам хватит Денег И на дом И на участок И может быть Даже что-то Еще и останется Если собираетесь Строить дом Или сейчас Или в перспективе И вам интересно Мое мнение Какой вариант Предпочесть Я бы рекомендовал Обратиться Именно в его Компанию Которая Называется Парус дом Коротко Перечислю Достоинства Этого Варианта Решения Жилищной Проблемы С перспективы Улучшения Демографии Первое Парус дом Это серийный дом В котором Все просчитано До последнего Гвоздя Все решения Применяемые В парус дом Уже Многократно Испытаны И воплощены В жизнь Что делает дом Не просто красивым Но и надежным Как автомат Калашникова Расчет конструкции Дома До последнего Гвоздя Позволил Вывести Фиксированную Цену Дома Жестко Фиксированную Цену Дома Которую Вы можете Узнать В момент Обращения В компанию А не в процессе Там составления Смет Или даже В процессе Стройки Второе Несмотря на то Что парус дом Это серийный дом Он ни в коем случае Не выглядит Как инкубаторский Все парус дома Эстетически Очень разные И не только Благодаря Игре цветов Но и Благодаря Свободным Планировкам И игре С боковыми Окнами Также Можно выбрать Архитектурный Стиль дома Это может быть Как классическое Шале Так и Ультрасовременный Барнхаус Третье Ну и Самые Вишенки На торте Это Скорость Строительства И уровень Цен на дом Благодаря Жесткой Стандартизации Всех Строительных Процессов Парус дом Строится С ошеломительной Скоростью За три месяца Сдается Комплектация Теплый Контур За четыре Месяца Сдается Комплектация Whitebox И замечу Что это Срок Не какого-то Волшебного Строительства Без учета Времени На проектирование Закупку Материалов И так далее Это срок От подписания Договора Всего за Три месяца Вы можете Получить дом В стиле Фахверк На своем Участке Такие Сроки Строительства В сегменте Домов Фахверк Не обеспечивает Ни одна Компания В России Да Возможно И в мире Четвертое Самая большая Вишенка На торте Это цена Благодаря Стандартизированной Конструкции Дома Отработанности Технологических И бизнес Процессов Продуманности Опробированности Многократным Испытанием Всех Материалов Узлов Введение В конструкции Дома Разумно Достаточных Компонентов И материалов Хороших Материалов Зачастую Премиум Качество Цена Парус дома Лучшая На рынке Например Парус дом 18 метров На 9 метров Площадью 170 квадратных Метров Обойдется Вам в 6 Миллионов 900 тысяч За комплектацию Теплый контур Это чуть больше 40 тысяч За квадратный Метр Для дома С панорамными Окнами Пятиметровыми Потолками Безумно Красивый Архитектуры Это цена Лучшая На рынке Компания Парус дом Строит В Санкт-Петербурге И Москве Обращайтесь Все контакты Будут Как всегда В описании К этому ролику И в первом Закрепленном Комментарии От канала Удачи вам Друзья Надеюсь Скоро у вас Появится Жилье В котором Жизнь Обретет Иное Качество И заиграет Новыми Красками Успехов Даже думать Что та парадигма Которая Меня Загнала Матрица Вот первая серия Киносерии Матрица Гениальный фильм Это про это Это про пещеру Платона И мне не хочется Очень трудно Вообще Осознать Что что-то Фундаментально Не так В той парадигме Которой ты живешь Но Зачем мы живем Если мы не хотим Спастись И Идем Иван Вот момент Принципиально важный Вот я Прямо Цеплюсь В конечную Вашу фразу Зачем мы Живем Ну Не знаю У меня Сложилось Определенное Понимание Или вера В то Что В общем-то Все что В мире Создается И рождается Оно Создается И рождается Не просто так А для чего-то То есть Человек Выходит в мир Каждый человек С той или иной целью И у каждого человека Есть своя миссия И цель и задача Которую он по идее Должен исполнить Я об этом абсолютно убежден С другой стороны По моему пониманию И тайная цивилизация Тоже рождается И проходит Свой цикл Развитие Для того Чтобы по итогам Своего существования Выдать на гора Тот или иной Конечный Так скажем Продукт На мой взгляд Так как человек В этой цивилизации Является Ячейкой Этой цивилизации Да То по идее Последняя возможность Развилки Закончить Хороший того Пример Поэтому Второй момент Есть второй момент То есть Если вдруг Мы сейчас Находим Другой уровень Целеполагания Которое дает Возможность Регресса Этой болезни Этот укус Для начала Появилась Хоть какая-то Цель Которая Позволит Развернуть Неизбежную Гибель Русской цивилизации То есть Не говорить о том Как будет строить Видит Общество Государство Как там будет Царь Носить на троне Или все остальное Блин Это потом Вот сейчас Если не удастся Остановить Смерть И снижение Графика По Гумилеву Умирание Русской цивилизации Неизбежно Не только Конец страны Но и В принципе Так скажем Последствия Вымирания Будут Не менее Катастрофичны Чем то Что мы видели В 90-х годах Поэтому Наверное Как первая Под цель Демография Безусловно Это То Что позволяет Но С другой стороны Мы с вами Поговорили о Центробанке Как одном из Важных инструментов Которое позволяет Убивать Нашу экономику Наше производство И как следствие Наше население Снижая возможность Вообще Говорить о защите Наших интересов Ну Говорили Говорим Будем говорить Но Другое дело Что Есть еще один момент Ведь вопрос Урбанизации Это вопрос Который Поставлен на том уровне Когда Это поддерживается Всеми ветвями Власти Государства Что урбанизация 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 Для меня С точки зрения Что мы вам обсуждали Каждый Приехавший Из провинции Человек В Москву Это Приближение К концу Русской цивилизации И за это Хвалить Кого угодно Ну как минимум Наивно Понимаете Я Опять таки Сравнивая Россию Белоруссию Скажу так В свое время Президент Белоруссии Лукашенко Заметив Эти очевидные Тенденции Которых мы с вами Говорили Сказал Все С Минском Мы заканчиваем Больше Минск Расти не будет И практически Ну такой Неофициальный Запрет Расширения Строительства Мински Был введен Для того Чтобы начали Расти Вокруг Минска Другие города И города Так называемые Спутники И строительство Началось не в Минске А вокруг Я вам скажу Провинция Белорусская Если я это Можем назвать Провинцией Она начала Расцветать И города Которые я помню В детстве Которые в общем Мне больше напоминали Деревеньки То они сейчас Превратились Достаточно Зажиточные Элитные Низкоэтажные Города Где в общем Это жить То есть Даже в условиях Вот этой ситуации Святанной С Центробанком Ну Глава Сенарсбанком Вот это решение Было принято Закончить Строительство Столицы Хотя бы так И это уже Даст определенное Решение Но на меня Не может Не возникать Вопрос И эти Наши зрители Раз за разом Будут нас Закидывать Вопросами А кто назначил Вице-премьера По строительству А кто назначил Того мэра Который в Москве Продолжает строить 27 этажей А кто назначил Главу Центробанка А кто подчиняется Все эти Как вообще Работает механизм Который Выносит Не людей Отдельные фамилии Взятые наверх Это Люди Возглавляют Направление Институты Которые В общем-то Ведут Россию К гибели Российской цивилизации То о чем Мы с вами говорим По большому счету Мы же общаемся Не только между собой Мы общаемся С большим количеством Думающих людей Там Дугин Главиев Хататонов Масса людей Которые у нас С вами в общении Есть И в принципе Ни для кого Из них Не является Чем-то Странным И удивительным То о чем Мы с вами обсуждаем Для них это Очевидные вещи Значит эти вещи Очевидны Не только для нас Троих, четверых, пятерых, десятерых Они еще для всех Тех Кто находится Вверху А если это так То получается Идет Сознательное Принятие мероприятий По умерщвлению Российской цивилизации И я понять не могу До сих пор Почему некоторые вещи Которые в принципе Можно было сейчас Если уж не поставить Движение назад То есть Правильно говорит Александр Бабулев Что если сейчас Сказать Все, ребята Крушим Москву Все Выселяем Там Если Ну хотя бы Остановите Туда Приезд Не можете остановить Стройку Вернее Не продолжайте Остановите Переселение людей В то место Где они Проедают А не созидают Остановите Переобразование Дальнейшее Нашей страны В общество Свинополис Здесь Ничего не происходит Ни по культуре Ни по образованию Ни про Бемедики Ни про СМИ Все то что есть Как бегали Голые артисты По сценам Они так видят Классические Чеховские Пьесы Так и бегают И на мой взгляд Вот этот момент Который У любого человека Который Это слушает Я уверен Что в комментариях Будет Тысячи Вопросов Ребята О чем вы говорите Кому вы верите Если так все происходит То почему Нельзя сделать Хоть что-то Для того Чтобы в рамках Этого Противостояния Метрополии А мы колония В данной ситуации Почему Вот эти вещи Не сделать Ну да Мы допускаем Что нельзя Там ставки Центробанков Мы допускаем Но кто мешает Вам в Москве Перестать Тратить деньги На плитку Бордюры И строительство 49 Семиэтажных Домов Для того Чтобы там Перестали Размножаться Люди И жили там Это Какой ФРС Заставляет Это форма Культурного Рабства Идеологического Порой Я уверен Некоторые Чиновники Не понимают Что они делают Вспомним Что в недрах Человеческой Цивилизации Город Вот в русском языке Город Это про Ограду Огород Зачем возникает Город В нашем Славе Цивилизационном Анализа Город Вообще Является Детищем Ветви Каина Убившего Авеля Город Это место Где Труженики И жители Села Укрываются Во время Нашествия Во время Нашествия Убийц То есть Это за Огородом Когда Люди Входят А что Тогда Этот город Защищает И в Оригинальном Изначальном Изводе Он защищает Центр Этой цивилизации То есть Там Центр Святости Тому Богу Которому Этот народ Или Эта цивилизация Молится Тому Сакральному Вокруг Этого Стоят Эти Самые Воины И Кшатри И они Защищают Всех Кто Кормит Город А сейчас Город В современном Мире Просто Надо Понимать Что Модерн Лишь Эпизод Но Ему От сил 300 лет По сравнению С Город Это Место Всех Грехов Грубо говоря Не обязательно Всем жить В этих Несчастных Человейниках И ходить В узеньких Штанишках Каких-то Хипстеров Попивать Капучино И Всем быть Специалистами Под дизайном Очередной Какой-то Дряни Речь Идет О том Что Созидательная Часть Народа Созидательная Часть Экономики Всегда Связана С землей Вот Большая Глупость Когда Говорят Что Агросектор Всего Лишь Дескать Занимается 5-10 Процентов ВВП Так Глупость Это А Машиностроение Для Агросектора Если Посчитать А Посчитать Там Финансовые Услуги Лизинг Этой же Техники Науку Связанной С этой Биохимия Связана С этой В Германии В Голландии Тошвина Связанной С агросектором Экономики 40-50 Процентов ВВП А не 10 Процентов Если Правильно Посчитать Поэтому Конечно Город Всегда Будет Но он Должен Быть Гораздо Лучше Спланирован Для Того Чтобы В нем Было Гораздо Больше Пространства Для Нормальности Для Воспитания В том числе И в этом Городе Нормальных Семей Для Меньшей Интексификации Для Меньшего Разврата И Разложения И Безусловно В истории Каждой Семьи Не то Что Каждой Цивилизации Строящей Свою Жизнь В доме Наступает Момент Блудного Сына Когда Ребенок Вырос Ему Надоело Жить В В Отчим Доме И он Уходит Вот Эта Кривая Блудного Сына Он Уходит В город Потому что Город Его Зовет Своей Динамикой Своими Приключениями Но Уходя Из Отчего Дома Во-первых Он должен Иметь Очень Стойкие Психологические Архетипы Как говорят Русские Что такое Хорошо И что Такое Плохо И во-вторых У него Должен быть Оазис Или Дом Отче Куда Он Может Вернуться После Ошибок Это Фундаментальнейшая Структура Человеческой Психики Если я Что-то Творю Не так Во-первых Я уже Не человек Если я Не знаю Что я Грешу Но Когда я Грешу Когда я Делаю Не так Как папа И мама Меня Учили Я должен Знать Что я Поступаю Плохо Я должен Знать Что есть Некий Абсолют На который Я могу Опереться К которому Я могу Вернуться И попросить Прощения Тогда я Человек Тогда у меня Есть шанс Не спиться Не заширяться Не умереть От депрессии И вернуться К тому Самому Свету Да Вот Об этом Идет речь Что выпотрашивание Кстати Насильственное Выпотрашивание Сельской Культуры России Это убийство России Это начало Убийства России Нету Никакого Будущего Потому что И язык И фантастическая Музыка Русская Да И Значит Диалекты И поэзия Все это Питается От земли А не От бетонных Клеток И неоновых А от неоновых Этих самых Освещений Только самоубийство Да Поэтому Безусловно Города Были Есть И будут Просто Я прошу вас В момент Который Мне приходит В голову Вот То что вы говорите Мне допустим На душу Ложиться Ложиться Мне на душу Но Понимаете Это вот призыв Грязи А давайте мы будем Все в белом Он не получается Почему Потому что Сейчас Настолько Все грязно Что Вы белым Не пройдете Здесь И полторы И полторы секунды Вас Со всех сторон Обрызгают Почему Потому что Культура И образование Сделало За последние годы С нами То Что в принципе Вот призывы Давайте жить По другому Они не только Не будут Восприняты Над этими призывами Люди будут ухмыляться Мол Ну блин Странные вы люди Вы понимаете Не то чтобы Это было невозможно Я вспоминаю Уж извините Наше советское Прошлое Я жил Я родился И вырос В небольшом Городке Жодино Это там 50 тысяч населения Недалеко от Минска Где Стоял большой Завод БелАЗ И он сейчас работает У меня Отец Наша семья Жила В пятиэтажке Которая находилась В 15 минутах Ходьбы От этого завода Двухкомнатная квартира Мы двоем с братом Четыре человека В двухкомнатной квартире Отец Был начальником отдела И Мне там уже было Лет наверное 12 Или сколько Когда Сказали Хорошо Заслуженная семья Руководитель Долго отработал Там Много чего было Мы вам предоставляем Трехкомнатную квартиру Правда Чуть дальше Не 15 минут ходьбы От завода А примерно 25 Пешком Ходьбы От завода Отец Сказал следующее Мне не нужна Трехкомнатная квартира Потому что Эти 15 минут Мне дойти Я во время обеда Он привык Ходить С завода Во время обеда Квартиру Обедать дома И возвращаться В течение часа После обеда К себе На работу И он сказал Я В эту трехкомнатную квартиру Не успею ходить И Я помню этот разговор Мать говорила Слушай Ну а почему нет Ну пускай будет трехкомнатная квартира Дети вырастут Потом разменяем квартиру Кому-то из детей Там Проще будет На что он сказал Чего просто Подождите А зачем Мы живем В СССР Дети вырастут Точно так же Как мы получим Свои квартиры Там Двухомнатную Трехкомнатную Какие проблемы Зачем я буду сейчас Для того Чтобы там Была трехкомнатная квартира Переселяться И менять Свой образ жизни А теперь Теперь Представьте этот разговор Сегодня В нашем городе Чтобы кто Оказался А поменять Двухкомнатную квартиру Бесплатно На новую трехкомнатную А я не представляю Я более того скажу Никогда В моей жизни Владимир Николаевич Никогда В моей жизни Призывы Или агитация Меня Ни к чему Никогда не приводили Поэтому Но это же Не значит Что Я хотел бы Закончить То есть вопрос На самом деле Не в том Что это плохо Или хорошо Просто Надо понимать Что тот образ жизни Который Приводил К тем выводам Наших родителей Он сложился Потому что Соответствующим образом Работало Образование Культуры Психология И мораль Общества Было построено То что Такие мысли У наших родителей Возникали Естественным путем А почему Сейчас такая мысль Не возникает Потому что Нынешняя Мораль Воспитанная Нашими Новыми традициями Культуры И образования Не позволяет Так думать Поэтому То что С вами говорим Все таки Да Центробанк Безусловно Важно Но Вот моральное Разрушение Вот здесь Какой ФРС Стоит над тем Кто назначает Министра культуры И их мероприятия По разрушению Нашей культуры Кто назначает Министра образования Который готовит Квалифицированных потребителей И об этом не стесняются Говорить Понимаете Владимир Николаевич В нашей троице Я критик системы Вы не берите На себя Мои функции Нет Я просто К тому Что вот Момент Который мы Вот говорим Вот честно говоря Жить Жить хорошо Хорошо жить еще лучше Но вот осталось Только найти Механизм Я бы сказал так Что Вы знаете Вот Тот логос Центростремительной Коротской цивилизации Который Возник где-то В конце 18 века Усилился До невозможности Ко второй половине 19 Ну 20 век Был весь про это Можно описать Таким образом Если ты на что-то Гораз Из села Переезжай в город Областной центр Районный центр Столицу Потом Если ты всего этого Достиг Уезжай в Фариж Да В центре Этой голограммы Хрустальный замок С миражами Феррари Гуччи И объектов потребления И гедонизма Да А под ним Черная яма Как я люблю Об этом говорить Одиночество Эгоизма И безысходности А в наших с вами Культурах В недрах Великой грузинской Великой русской Культуры В литературе В быту У наших с вами Предков Совершенно Противоположный Вектор То есть Идеал жизни Это Дом В недрах На лоне Нашей с вами Фантастической Природы Отец Мать Дети Родственники И Бытие Частью Общества Где такие же Люди Живут Вот тогда Понятно Зачем Мораль За что Умирать Что Защищать А если Мы входим Все В одинаковых Каких-то Европейских Или американских Джинсах Жуем Одинаковые Гамбургеры Какая разница Какой завоеватель Пришел И Значит Переименовал Мне какую-то Сеть Фастфуда Да За что Воевать Если Мы все Одинаковые Если Нет Никакой Индивидуальности У культуры Если Мы У костров Вечером Не Поем Да Или Не Умеем Просто По-человечески Посидеть За столом Так Чтобы Мужчина Был Похож На Мужчину Женщина Была Похожа На Женщину Дети Вели себя Как Дети Они Как Какие-то Подсвиньки Да И Вот Это Разрушается Как Сейчас Я Просто Говорю Что Я Еще Раз Никогда В жизни Не В интернете Какие-то Комментарии Писать Что Свои Какие-то Прыщи Чесать Зачем Это Делать Но Это Не Значит Что Мы С вами Не Призваны Говорить То О чем Мы Думаем Вот И Все Да Потому Что Если Мне Никто Не Скажет О том Что Такое Хорошо Я Могу С Этим Не Согласиться Сейчас Мы Живем Вообще В Эпоху Дробления Мышления Падения В пропасть И Потери Остатков Рациональности Я Говорю Простые Вещи Природа Лучше Чем Бетонные Постройки Чистый Воздух Лучше Чем Грязный Натуральный Лучше Чем Химические Какие-то Добавки Много Детей Веселее Чем Мало Детей Веселая Здоровая Жизнь Лучше Чем Депрессивная Матом Ругающаяся Жизнь Жизнь Надежды На Вечность Лучше Чем Жизнь Безнадежности На Вечность Народу Лучше Размножаться Чем Вымирать А смотрите Что мы Получаем В ответ Нет Не будем Размножаться Да Милости Просим Братцы Мы И так Все В недрах Наших С вами Культур В том числе И культуры Общения Вежливости Выйти Из этого Канализационного Потока Негатива Иначе Мы погибнем И я уверен Что для этого Такие Замечательные Площадки Как Александр Бобылев И Такие Замечательные Собеседники Как Владимир Николаевич Я надеюсь Что это Не последняя Наша С вами Беседа Друзья Я Так чувствую Что мне История И время Не простит Если Раз уж Мне удалось Собрать В одно Время И в одном Месте Столь достойных Собеседников Если я Упущу Эту возможность Хотя бы На 1% Я поглядываю Одним Глазом На комментарии Которые Пишут Зрители К второй Части Эфира С васадзе В конце Мы сказали Что там Соберемся Втроем И Значит Пользователь User IU4 2K 8SRV Цифровизация Друзья И добралась До наших Имен Да Имена Это вещь Сакральная Магическая Значит Пишет Дай бог Свершится Вашим Планом И троицу Великолепную Между собой Собрать И Разговорить Субтитры 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 Продолжение следует...